Ну вот мы выехали с Estimators Geico, то есть Geico это моя страховка. Это, кстати, и Любина страховка, у тебя тоже страховка. Что сказал парень, который работает в этой страховке? Сервис, конечно, так все тихо, спокойно. Мы пришли, мы не успели войти, он такой... Ждет уже! Тебе сразу, он уже ждет Любу, да. Вот, и он посмотрел, все сфотографировал, все объяснил нам. Дал бумажку, сколько это будет стоить страховой компании. 500 долларов, например. Страховой компании это выйдет 500 долларов, 504. В понедельник в 8 утра мы с Любой привезем ее машину. И Любе моя страховка даст бесплатно арендованную машину, аренд-кар, на которой она будет ездить все эти дни, пока отчинят машину. Они даже, он говорит, они даже приедут и привезут машину туда, куда мы привезем эту. Вот, то есть мы привезем вот эту машину в Гейко. Уже будет стоять, да. И Enterprise Rent привезут тебе машину арендованную. И ты будешь ездить, аккуратно будешь ездить. Я тебе говорю аккуратно, аккуратно это мне надо. Вот, и вот представляете, вот все это будет оплачено, то есть любого не будет без машины все это время. И потом они сказали, что мы будем звонить вам постоянно и держать вас в курсе, что происходит с машиной. Когда машина будет готова, когда будет готова, вы приедете и заберете. Так что мы с Любой в понедельник в 8 утра поедем и повезем машину. Да, Любая? В 8 утра, да. Прямо горят желанием скорее приступить к ремонту. Ну, нормально. Так что мы будем с тобой делать? Поедем в Вестбай? Да? Покупать компьютер? Мы, Любе, решили купить компьютер. Почему? Объясни. Потому что у Любы, во-первых, компьютер только стейшн. Знаете, вот который... Большой, да. Большой стоит на... На этом... В комнате у нас. Стоит на компьютерном столе. То есть, когда у Любы какие-то вопросы и что-то надо ей сделать. Она не может привести мне компьютер. Ну, теперь она будет брать лаптоп под мышку и бегом. Да еще и... Да и он старый у нее уже компьютер. Там... Да, вот программа элементарная. Я камеру новую купила, перестали работать вырезающие программы. В каком году ты купила этот компьютер? Да нет, он не старый, но все равно уже... В каком году ты купила? Ну, наверное, лет 7-5. Давай... Старый. Давай дадим нашим зрителям сказать, старый у тебя компьютер или не старый. Ну, работает же. Видео выпускаю. Вот только, конечно, видишь, вот как камеру новую купила, вот эту HD. Понимаешь, многие компьютеры, даже 3 года назад ты купишь уже, они... Да, электроника это устаревает на следующий день. Не на следующий день, но 6 месяцев проходит, все. Но дело в том, что он-то нас устраивает платить счета, там, у Даниэла информацию по бизнесу какую-то посмотреть. Не, ну понятно это все. Ну, чтобы загружать. Получать имейлы можно, но если ты хочешь... Погружать качественно, пользоваться... Допустим, обрабатывать видео, да. ...программами, вот какая у тебя программа. Потому что я почему ее даже и не покупала, вот какую-то мне сказала. Ну, можно чтобы попробовать загрузить мою программу. Если не загрузится, то купим. Ну да. И я думаю, что загрузится, потому что я знаю, что когда я покупала свою программу, написано, что это программа, я могу загрузить на 3 компьютера. У меня только на 2, поэтому ты можешь третий. Уже кому-то загрузила? Нет, у меня на лаптопе и мы на моем. А, и на моем. Она мне давно сказала название программы, но я думаю, ну какой смысл загружать не мой компьютер, если даже фримейкер перестал работать у меня. Никак. Ну, я говорю, даже фримейкер не работает. Соединяю видео, все дребезжит. И меняла настройки, и снова перезагружали. А ты Дэниелу сказала, что ты хочешь купить новый компьютер? Да, я сказала. Он говорит, что... Лишь бы Любочка была счастлива. Давно пора такой. Он, знаете, у нее такой, всегда говорит. Лишь бы Любе было хорошо. Нравится, да. Одежду куплю, лишь бы тебе нравилось. А Люба, у нас в новом костюмчике сегодня. Да. Там, в этом dealership, где мы сейчас были, там кофе было очень хорошее. Люба налила себе кофе. Смотри, а нет ничего. Села в машину и пролила кофе. Ну, вот, кстати, все смотрела. Ну, как бы, дырочку-то маленькую сделала, но все равно успела, плеснула. Ничего не осталось, да. Потому что это лен. А, кстати, очень красивый костюмчик. Да? Понравился? Мне очень нравится цвет коралловый такой. Ну, если Наташе понравился. Ну, нам... Наташа нравится все. Ну, потому что ты, как бы, немножко придирчивая. У тебя свой вкус определенный. Ну, на мне не будет сидеть прям как хотелось бы, потому что у меня формы, конечно, пышные. Нам уже сколько лет. Да. О чем ты говоришь? Ну, это вот мы все... О, ей руки целы, иду. Спасибо. О чем ты говоришь? Ходим, ездим, видим. Смеемся еще. Вот в конце месяца пойду опять очки проверю. Каждый год. Вот хорошо вижу, все, ну, изменения наступают. Это уже звонят. Посмотри, у тебя как. Отвечаешь. Нажимаешь кнопочку. Алло? Алло. 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 Алло Я прилагула предказать Риду Левой. Б National. Бранием Бранцин Press. Алло. 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 �. С 함у для гайки-облика. Уessenе. Алло. Сейчас мы любим orderly когда,か Wecheто… турыначел down. М於нажды. Моум 8 increíней. И outline. Яanda. Иди в городе. Нодарю. Семhodia иmind. Да. Так, это Медведь. Вы будете в Герба, это правильно? Да, я буду в Герба, где мы сейчас уже были. Хорошо, тогда после вы до Герба, Герба будет рядом с ним? Да. Они будут звонить нам, и мы будем вывести в Герба, и мы будем вывести в Герба. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Да. Нет проблем. Когда вы везете, я просто хочу рассказать, что у вас есть 50 долларов, что вы можете сделать на кредит или дебет-плате, и вы можете получить этот релиз в конце, когда вы возвращаете машину к нам. Хорошо. Мы в таком состоянии, в таком состоянии, хорошо? Спасибо. Нет проблем. До свидания. Пока-пока. Пока-пока. Мы с тобой обе говорим. Она сказала, что все, что у тебя возьмут, это залог 50 долларов, а потом они тебе отдадут. Если не посарапай. Если ты не приедешь к Наташи Квык. Буду сама ездить. И она выедет. По своим проверенным улицам. Ну, это никто не, как говорится, не зарекайся. Это такое дело. Это дело не в тебе. Люба, какое приключение это у нас с тобой, связано вместе с этим? И туда поехали, и туда поехали. Теперь знаем, где можно что-то сделать, что кто заплатит. Для меня это такой опыт. Конечно. Даже если стресс, это своего рода тоже закалка для нервной системы и опыт какой-то определенный. Столкнулась с чем-то. А то, что ты более бойкая, у тебя более опыта, нет только на руку. Конечно, я с тобой выгляжу немножко, знаешь, такая заторможенная рядом с тобой. Но у меня опыта нет. Я не знаю, откуда вообще люди такое пишут, я вообще не представляю. А, ну что мы отвечаем. Ты понимаешь, мы с тобой просто разные. Я всегда вот такая была. Дело в том, что когда начала свой канал, я была такая тихая. Потому что новое все для меня было. Сейчас все шевелена. Ну, я вот такая, понимаешь. Как мне говорили друзья, я шабутная. Но это не значит, что я там написали, что я там как-то тебя подавляешь. Подавляешь, подавляешь. Я просто очень громко голосая. Очень, очень. Я маму. Ну, ты уверенно говоришь, потому что ты все это уже знаешь. Ничего не знаешь. Ну, так не важно. Главное говоришь. Главное говоришь. Уверенно. А я, конечно, все за Данила спиной была. А сейчас вот он три года с этим бизнесом, он от меня как бы вообще... Время нет у него и сил уже нет. Поэтому я очень рада, что появилась Наташа. То Лоретта вчера меня, бабуля моя хоть в магазин. То Люда тут на... Стоматолог. Мы с Любой уже знакомы. Сколько? Я не знаю, лет пять? Ну да, на паре познакомились. Мы познакомились с ней. Ну, года четыре. На дне рождения. Три, три, три. И вот. А по год три. Ну, я знаю, когда Инна познакомилась. У них два года было в прошлом году, а они познакомились на этой вечеринке, на которой мы ставили. Четыре года, это точно. Мы только приехали с Виней в 2010 году в Делтону. Мы только туда приехали, и я познакомилась с Аней. Это десятый год был, а сейчас уже пятый. Пять лет. Время как лететь. Время как лететь. И мы познакомились с ней на дне рождения русской девочки Ани. Она из Эстонии, кстати. Эстонии. Ее родители, помню, приехали. Да. И она решила, мы с Любой познакомились. Люба там была папарацци. Да? Ты там была папарацци. Люба снимала фотографии всякие. У нас тогда у них ничего не было почему-то. Так есть же фотографии их? Да. А я их не выставила на свой сайт, не знаю. Тебе высылала, помню. Есть, наверное, и на моем сайте. Есть фотографии. У нас компания. И мы с тобой переписывались, но очень редко, правда? Ну да. Работаю же все время. Ты когда работала, очень было трудно встречаться. У тебя свой график, у меня свой. И мы с ней встретились в следующий раз, когда я работала в банке. А, Люба, ты мне сначала написала приглашение для дочери, форму. Да. Я прислала тебе приглашение для дочери. А потом я поехала в отпуск в прошлом году. Я пришла к тебе в банк с Дэниелом открыть счет. Нет, ты сначала мне написала, я тебе написала в каком банке я работаю. Да. И она с Дэниелом ко мне пришла открыть счет в банке. И после этого у нас с ней завязалась дружба настоящая. После отпуска я приехала, Наташа прибежала, но без камеры. Первое видео я сняла, она мою камеру. А я тогда, у меня не было, наверное, канал у меня такого был? Не знаю, но ты уже говоришь, что я и камеру не взяла. А ну или может только... Моя нет, жди, но она была дорогая, она уже тоже старейшая. А Люба говорит, пришла видео делать и камеру не взяла. И камеру не взяла. Ты, говорит, голову ты взяла? Ну, все равно ты что-то там поснимала. Вот это было первое видео, мы с тобой сидим. У меня, кстати, до сих пор оно есть там на канале. Одно из первых. Коротенькое такое. Еще фотографии там без звука. Помнишь, что загрузила сначала фотографии? Да, да, да. Мы еще и фотки поделали. И без звука ты загрузила. И Дэниел нам помогал, так он нас снимал. Снимал, да, мы с тобой вдвоем. Ну, он всегда, вот мы в компании ходили этим занимался. Я сначала начинаю снимать. А потом вхожу в кураж, выпью немножко, танцевать начинаю. А Дэниел же не пьющий. Он продолжает съемки. Слушай, я Дэниел, это суть твоего, конечно, я просекла. Ну, давно просекла. А сначала-то, когда я увидела его, я была, конечно, ошарашена. И я у Любы даже спросила. Помнишь вопрос, который я тебе задала? Не бьет. Я говорю, тебя не бьет. А мне кто-то из подписчика. Он просто никогда не улыбается. Но когда, послушая, что он говорит, он все время шутит. Ну, шутит он все время без улыбок. Ну, будем говорить. Он смеется, но редко. Вот человек, но он очень добрый. Он все время говорит, лишь бы Любочке было хорошо. Ну, не умеет он, может быть, как-то вести себя на публике. И он начинает немножко, как бы, клоунадничать. И как-то неестественно себя вести. И все по-разному истолковывают. Ну, главное... Видишь, как теперь едет? Все меня обгоняют. Пусть. Пусть обгоняют. Ты едешь на моей машине. Ну, после того, как я получила штраф, мне точно тоже скажу, пусть обгоняют. О, нет. Тише едешь, дальше будешь. Ну, не все, видишь. Я всегда... А мне кто написал, тише едешь, дальше будешь от того места, куда едешь. А, торопиться. Я никогда... Всегда вовремя выезжаю, и поэтому... Нет. Дэнил, там у тебя, смотри. Ты посмотри, не пошло, да? Нажимай. Алло! Да, как дела? О! Что? Ты мне звонил? Нет. Нет. Мой телефон звонил, что ты просто звонил. О, нет. Может быть, я нажимаю на мою руку. Все нормально. Мы проверим машину. Модель. 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 Они дают мне машину. Окей. И, знаешь, из-за цвета. Из-за цвета. Из-за цвета. Да. Дэнил. Окей. Дэнил. Модель. 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 Может я развязываю вам те деньги? rigorотворение у меня или… Да, да, да. Окей, беби, люблю тебя. Люблю тебя тоже, любят вас. Добавляйся, добрый день. Окей, пока. Пока. Ох, хитер муну. А обычно он лучше хитер муну. Видимо, я надеюсь, твой Дэниел будет жить очень долго, потому что мы только что о нем говорили, и он позвонил. Нет, я, видимо, нажала, наверное, он говорит, сигнал пришел. Ну, не знаю, я не могу же отнужаться. Ну, Павел, это называется пакет-дайл. Пакет-дайл, это когда эксцидент лень. Вроде у меня же эта штука. У него, видишь, своя там жизнь у меня теперь своя. Но обязанности супружеские выполняем. Я ему сказала, что рано выезжает. Так, визит был ранний сегодня мой. Мы же снимаем это. Ну, так и что? Мою комнату спали. А то все думают, отдельно спим. Наверное, у нас уже и все. Нет, ничего. Не упустил момент. Приплыл на свидание. К любимой жизни. Ну, это жизнь. Это жизнь. И все же нам работать. И билы платить счета. Иногда надо. Ну, я, конечно, сейчас активно шаплюсь. Не потому, что у меня много денег, а потому, что у меня появилось настроение. Как ты говоришь, ты же теперь, ну, на публике вроде, знаешь. То я как-то брала все, что попроще, как американцы, чтобы незаметной быть. Ну, сейчас немножечко. Ну, как-то может быть незаметно. Это такая красивая. Спасибо. С длинными волосами, с такими яркими. Ну, я их все тоже убираю в хвостик. Потому, что жарко, жарко. Я как-то это. Ну, что, почем-то жарко. В магазин бежишь уже бегом. Ну, сейчас стало, как бы, видишь. У меня даже Лоретта, она стесняется сниматься. Ну, допускаю. Короткие такие. Как бы я не навязываю. Она стесняется. Но, тем не менее, она поддерживает. Ей тоже весело. Ей как бы что-то другое. Я другая для нее. Ей кажется смешно. Я начинаю вот сама с собой говорить. Обувь снимать. Она так медленно от меня отползает в другую секцию. Вроде она не при мне. Ей, конечно, это странно. Я же еще по-русски говорю там с обувью. Но она помогает, ты знаешь. Помогает. Может сказать, хорошо или плохо. Хоть у нее и другой вкус. Но все равно не одна я. И ей весело, и мне весело. Может, не такие азартные видео получаются. Но она мне настолько дорога. Что я с удовольствием с ней провожу время. Ну, конечно. И хочу запечатлеть, потому что это память. И поделиться. Всегда хочется провести время с человеком. Тем более такой человек, я уже столько о ней рассказывала. О ней поделиться. Я считаю, даже кто смотрит ее, это уже соприкасание с положительной энергетикой. Вообще, я хочу тебе сказать, что здесь как-то граница возраста полностью стерта. Абсолютно неважно, какого возраста с тобой человек. Если тебе с ним интересно, ты не смотришь, сколько ему лет. 80 или 30. У меня вот на работе бабуля тут. Ну, вообще, одной точно знаю, что 93. И к ней родственница приходит. Я имею в виду к мистеру Джонсу, ему 92. Мне интересно с ним. Так я про женщинки хочу сказать. Они в коротких юбках. Мини. Им 93. Сухонькие, маленькие бабушки. Миленькие. Такие аккуратненькие. С коротенькими. В шортиках? Не в юбках, наверное. В юбках. Серьезно? Да. Ну, я вот снять не могу же у себя на работе, но мне так хотелось. Бросаются, конечно, в глаза, но их совершенно это не смущает. Они чувствуют себя комфортно. Нет, но бросаются в глаза нам, потому что у нас другой менталитет. Да, да, да. Даже если мы прожили с тобой здесь, в Америке. Я 14 лет и 17. Все равно менталитет остался. Остался, да. Ну, вот они в возрасте, но они могут позволить себе юношескую одежду надеть, если позволят фигурой. Даже если не позволят, здесь как бы совершенно. Они думают о том, что думают о тебе. Мне вот Дэниел все время говорит, ему совершенно все равно, что о нем думает. Ты понимаешь, он свободен от этого. Вот даже я сейчас стала делать видео, немножко прижимает, его в футболку оденет, уже драной повыкидывала. Нет, все равно он найдет с пятнами и это. Я говорю, почему ты эту одел футболку? Ну, она мне вот очень удобна. Мне в ней хорошо. Новую надо ему разнашивать. Люба, у тебя программа, на которой ты делаешь видео, переворачивает видео? Потому что это видео будет... Мы же новую будем закачивать. У меня, считай, программы нет. Ай-муви у меня, ты говоришь, это... Там ее так размажет, кадр вообще, его не видно ни вверх ногами. Послушай, а ты паспорт взяла от своего канала? Да. Ну все, дальше мы закачаем его. Посмотрела в книжке. Мы закачаем на твой канал, прям с моего. Да-да-да. Подъезжаем к магазину, к Best Buy. Вот куплю новый компьютер, это вообще... Уже и в компьютерную ходить не буду, в спальню закроюсь. А ты знаешь, как удобно? От сочи. Лежишь и смотри, загрузили у тебя видео или нет. Вообще разлили. На ночь, точно. Ну я по телефону все-то. А, ну загрузку не смотрю, если... Все, пошли покупать мы. Очередную покупку сейчас снимают. Стояли. Ой, стояли, рассказывали с Любой, рассказывали, говорили, говорили. Оказалось, что камера не снимает. Люба купила себе компьютер. Что надо подумать? Купила компьютер себе. Покупка оказалась безболезненной, так как Люба купила его на кредитную карту. Она заполнила application. Они подтвердили, что она может иметь кредитную карту. Ей дали 6000 на этой кредитной карте. Этот компьютер она купила на эту кредитную карту. И теперь она будет платить беспроцентно целый год. По 80 долларов в месяц. И еще ей дали бесплатно антивирус Касперский. Стоит он 49,99, но ей приложили бесплатно на целый год. И еще у нее есть гарантия на этот компьютер тоже на целый год. А там дальше уже... Предлагали они платную гарантию. Да. Сколько... Дэниел бы взял. Ну сколько тебе, я сказала, платить? Ну я видела только 200 и чем-то долларов. Ну три года. Да. Не знаю, насколько я не вникала. Ну Люба мне говорит, покупать не покупать. Я говорю, я бы не стала. И она тоже не стала. Дэниел, он конечно покупает. Он даже ювелирное изделие покупал. Он покупал всегда гарантию. Так что вот, мы с покупкой. Люба теперь у нас с тоненьким компьютером. У нее процессор i7. Core i7. У меня Core i5. То есть у Любы такой самый, что ни на есть. А ты же свой тоже недавно купила, да? Я купила перед тем, как поехала в Калифорнию. Ну что я помню, что раньше у тебя не было. Не было. И я не могу нарадоваться, Люба. Тебе нравится там, да? Во-первых, ты сидишь в любой комнате, в которой ты хочешь сидеть. Тебе не нужно сидеть в компьютерной комнате. И ты можешь смотреть телевизор и одновременно закачивать видео. Правильно? Да. А теперь ты можешь взять с собой спальню. У спальни надо спать. Ну, у спальни можно и видео качать. Поэтому... А я считаю, что ты заслужила. Ты работаешь так тяжело. Работаешь, работаешь. Но надо себя побаловать, правильно? Так заслужить-то заслужила. Надо, чтобы пользоваться. У меня есть лаптап. Но, Люба, с пользованием у тебя сейчас... Это ничего, что ты сделала. Это для запаха. А, с пользованием у тебя проблем нет, по-моему, сейчас. Да. Потому что я покупала. Мы раньше покупали с Дэниелом. Но мне проще все перекачивать. На домашнее смотришь. Потом на этот надо скидывать фотографии в двух размерах. Вот это мне не нравится. Раньше же в основном фотографиями занимались. Я их на тот скидывала, надо на этот. И как бы сложно это я не стала. Я даже, Люба, не знаю куда ехать. Кушать. А поехали в Панеру, Брэд? Да поехали. Только я не знаю, где она находится. Здесь. Панера, Брэд. Ты любишь Панеру, Брэд? Я не была там. Я очень люблю Панеру, Брэд. А что там? Вот сейчас, Люба, едем и разговариваем. Какие мы все-таки с ней разные. Люба говорит. Вот ты знаешь сейчас куда поехать? Я говорю, ну я как-то... Едет и виляет. Вроде сюда, вроде сюда. Да. Я говорю, я догадываюсь. Она говорит, вот я бы умерла от страха, если б я не знала. Я ей говорю, а почему? Ты же не по кладбищу ночью едешь. Для меня это страшнее кладбище. Она говорит, ну страшнее, чем кладбище. Я, наоборот, как-то езжу и бывает заеду и выезжаю. Она говорит, я только по навигатору. Но вот я считаю, если только по навигатору, то ты не выучишь тогда район, где ты едешь. Но когда их не было навигаторов, я, конечно, пружила. Она говорит, мне как бы нравится. Я вот с ней насколько рано... Моложе же была. А сейчас не хочу стрессов, уже боюсь. Хочется спокойно. Мне даже раньше, если куда-то мне ехать, Дэниел будет работать или что, он меня в свой выходной туда свозит, покажет, как ехать, чтобы я потом могла сама туда поехать. И бывали длинные расстояния. Помню, зуб дергала у какого-то русского. Чуть ли там за Дальтоной бич куда-то надо было ехать. И он съездил со мной, а потом, чтобы я после работы могла сама поехать. Вот так вот. Вот я опять еду 60 миль. А пока тут 45. Люба. Да, Наташа контролирует. Ну как же вы теперь так? Необузданная у вас. Бесконтрольность. Поведенные. У меня такое ощущение, что я все в игры играю. Знаешь, эти компьютеры. Ты вообще играла? На машинке, да. На машинах поездили. Не играла никогда. Я когда сделала на своем видео, где быстро-быстро ездить домой, у меня было такое ощущение, что это я как будто в игру играю. На машинке, да. Ну а так и выглядит. Ускоренная такая. Да. Вообще часто применяют вот здесь, даже в Америке в новостях, ускоренные. И вообще во всех новостях сейчас это пользуются. Да, вот там что-то. Таша решила повернуть на ходу. Наташа поворачивает правильно. Вот если я еду, мне надо точно знать, где я буду поворачивать, на какой улице. Я сейчас на улице, на которой я работала в банке. Куда мы едем? Мы едем в сувенирный магазин. Покупать. Покупать. Сувенир победителю. И обязательно покажем, что купили. Я вчера вот пыталась выбрать, говорила тоже, смотрю сувенир. Кто его знает, сегодня может посмотреть, что там может кто-нибудь точно-точно угадал цент в цент. Представляешь? Пока целый день не заглянула в почту. Вообще даже то, что на три цента расхождения, и то было конечно удивительно. Удивительно, да. Ну как-то да. Вот ты мне еще сказала сначала, давай без центов. Без центов там вообще бы за полдня все угадали сразу. А с центами, ну разнообразие такое. Вообще да. А я же смотрю, потом забуду сколько в чеке. Побегу, посмотрю сколько в чеке. Ну что в центы забывала сколько центов. Заглядывала все в чек. У меня там видео уже было снято сразу в ресторане с чеком. Так Люба, камера у тебя есть, компьютер у тебя новый есть, теперь тебе надо купить GoPro камерку. А работать кто будет? Ходить на работу? Бабушек с дедушками укладывать и спать. Я буду уже скоро устраиваться на работу, наверное с августа начиная, потому что Виня у меня сейчас поправится. У нас же 8 июля с Виней год свадьбы. 8 июля? Да. Да, я помню перед нашим днем рождения. Наташа, у нас же с тобой день рождения почти в один день. Да, у нас Люба, у Любы 14-го, а у меня 17-го. У Бельвицы. У Бельвицы. И мы думаем, может быть нам в один день что-нибудь откроется. В прошлом году ты ко мне не пришла, потому что ты делала у себя и как бы день свадьбы, и день рождения. Потому что было у меня в один день, а у тебя на следующий как-то там совпали выходные. Я к тебе приходила, помню. Да, ты ко мне приходила. А ты сказала ко мне не сможешь, потому что ты пекла. Я не смогла, я же работала в тот день. Да, еще пекла, готовила, варила. А ты причем делала свой день рождения не 14-го, а именно 16-го ты делала. Выходной, да, выходной. Буквально день перед моим день рождения ты отмечала. Поэтому я не смогла, потому что на следующий день они ко мне приходили. Ну ничего, ты потом приходила. Может мы с тобой что-нибудь сообразим в один день. Но надо заранее, чтобы я выходной взяла. У тебя в понедельник. У меня день рождения в понедельник. А у меня в пятницу, по-моему. Подписчики мне написали, что заранее нельзя отмечать. Но вот если мы отметим с тобой в субботу, это будет раньше моего дня рождения и позже твоего. Ну позже мне ничего. А что такое, если раньше? Да, я не знаю. Сейчас он выйдет, она выйдет и мы сейчас с тобой заедем и пойдем в сувенирный магазин. Хорошо. Ну надо заранее мы...